Благодаря конкурсу о наших любимых животных, кошка, которая стала промежуточным победителем в этом конкурсе, оказалась нашей давдичной знакомой. И мы сегодня в гостях у нее. Добро пожаловать в зоопарк, посетите. Спасибо большое. И расскажите, как так оказалось, что мы с вами знакомы уже скоро 16 лет. Ну, действительно, кошка с историей, что называется. Я когда в 2000 году работала на ЛТВ, у меня была одна из таких вот самых ярких вещей, о которых я мечтала. Это кошка породы корниш-рекс. Я только увидела вот их в газете, в журнале и поразилась тому, насколько экзотическая внешность, насколько странный вообще инопланетный вид у них. И мне очень хотелось, конечно, такую кошку. Была я тогда молодой корреспонденткой, и тратится такие деньги, мне казалось, что это что-то нереальное вообще. Мечта вот уровня чего-то вот такого фантастического и несбыточного. И вдруг, через пару месяцев буквально, моя коллега Наталья Абло говорит, ребята, кому-то вот не можете кто-то вот пристроить у себя кошечку. Потому что у Натальи выяснилось, что вот она сильно загружена и кошка все время одна. И я, конечно, взяла, и эта кошка для меня символ осуществившейся мечты. Такой наш талисман. Я вообще не задумывалась, как она у нас появилась. Потому что она появилась раньше, чем ты, правильно? Да. У нас, помимо Тутси, еще две собаки. Как-то так распределилось, что каждое животное себе выбрало основного хозяина. Вот Тутси, она ночует с Кариной, привыкла, что Карина ее кормит, поэтому она больше так как-то привязана к ней. И будет меня в школу. Да. Карина говорит, что она даже попросила Тутси будить ее пораньше. Тутси теперь будет ее пораньше. Тутси появилась в доме Оксаны раньше, чем собаки. А это довольно конфликтный вариант. Кошки более нетерпимы в отношении своих врагов, чем собаки. Собаки, например, не очень обижаются, если на их еду покушаются. А вот кошки реагируют на это очень болезненно. Поэтому миску Тутси пришлось поместить туда, где собаки ее не достанут. Ведь кошки настолько трепетно относятся к своей пище, что из чувства протеста могут даже отказаться ходить в туалет в приученное место. Всегда существует опасность, что собака и кошка не уживутся в вашем доме. И об этом надо подумать заранее. Кошка взрослая, кошке 15,5 лет, но она продолжает быть активной. Я понимаю, она живет с собаками, и собаки ей не позволяют быть в плохом тонусе. Расслабиться, да. А Карина, а ты с ней играешь тоже? Она бегает, любит она палочки, махалочки, мышки. Мячики, да. Но она уже не так, конечно, любит их, но иногда любит побаловаться все-таки. А иногда она как бы находит на полу салфановый пакет и начинает... Усернутый. Да. Если кошка хорошо и правильно питается, не испытывает стрессов, находится под постоянным присмотром ветеринара и получает достаточное количество ласки, то она может очень долго радовать вас и вашу семью. В таких идеальных для домашней кошки условиях она может прожить 20 лет и даже дольше. Кстати, кастрированные животные живут на 2-4 года дольше. Рекорд продолжительности жизни кошек в домашних условиях 36 лет. Для сравнения, уличные коты живут в среднем 6-8 лет. Сейчас-то уже понятно, она высказывает всякое недовольство, что ее держат. Она независимая кошка, ее надо отпустить. Мы ее отпустим, и пусть она идет на свою любимую батарею. Хочется всем пожелать, заводите кошек. Заводите кошек. Они, хотя они такие вот ласковые, как собаки, на первый взгляд, но кошка в доме – это уют. Я, в свою очередь, могу порекомендовать завести не одну кошку, а две, чтобы они не скучали, когда вы находитесь на работе. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Дмитрий Продолжение следует...